Байки про байки и про байкеров от Алексеевича МОТО-М Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию МОТО-РАДИО В эфирной студии, как это и должно быть в это время, Алексей Марченко Алексеевич, приветствуем Добрый день Как дела? Отлично Солнечный, замечательный день Мы узнали, что у твоей жены сегодня день рождения Она просила не говорить Ну ладно, все равно поздравляем, да И тебя, слава Богу, и пусть все будет хорошо А вчера день свадьбы был у нас Мы 37 лет женаты И ни разу не ругались Да потому что бессмысленно с женщинами ругаться Это правда Итак, Алексеевич, ну в каком-то смысле, конечно, праздник Поехали Сегодня у нас в нашем фокусе шиномонтаж и шины, колеса и все, что с этим связано Сразу же вопрос тебе Вот Басмач на это отвечает там одним образом Интересно, как ответишь ты Можно ли предполагать какую-то козу от длительного зимнего хранения мотоцикла Который может случиться из-за этого самого хранения с шинами? Да, может У нас постоянно Что-то мне говорит осенью не било колесо, а весной что-то бьет Это как раз когда мотоцикл стоит на одном месте И колесо было приспущено И за полгода на этом месте появилась некая такая деформация Для этого, чтобы не получалось это, нужно, во-первых, колеса держать полностью накачанным Потому что они со временем все равно теряются И желательно перекатывать его немного с места на место А, например, взять как-нибудь подвесить Ну, что-нибудь подставить под мотоцикл, чтобы колеса вывешены были Ну, я такое видел, да Есть такое дело А здесь какая опасность в таком хранении? Никакой опасности Ну, что амортизатор в нижнем положении, ничего страшного? Не, ничего страшного Главное, чтобы этот, он не упал А так, все, если правильно подставить То, в принципе, неплохо, да Ну, никто обычно не заморачивается с этим Обычно весной все меняют колеса, резину То есть, кстати, есть этот известный анекдот Звонят на радио и спрашивают Должен ли я поменять алюминиевые диски Железные диски на алюминиевые в связи с весной Радио отвечает Да, от металлических дисков искры намного сильнее И на самом деле так оно и есть, да Итак, ну, побежали, наверное, по брендам, по ценам По трудоемкости эксплуатации и так далее Вот мы как раз про это и говорим Что как только появилась вмятинка Или уже прошел срок службы нашей резины Или уже пришло время, там нету протектора Встает вопрос, как бы поменять эту резину Значит, ну, в нынешние времена Это теперь стала целая проблема Потому что резина, как мы знаем теперь Как и в алкогольной продукции со штрих-кодом В общем, под жестким контролем государства Никаких левых резин теперь не поставишь Только все, честно, заплаченные Государственную казну Естественно, цена от этого только растет И, естественно, количество резины уменьшается Поэтому автоматически поднимается цена И поэтому люди начинают переходить на автомобильную резину Что страдает, за что страдает безопасность То есть, да, государство молодцы, получили деньги А байкеры пересели на говнорезину дешевую Малоездящую И начали тратить деньги еще больше Ну, потому что у капиталистов все очень просто Или ты покупаешь за 25, за 30 тысяч Одно колесо заднее на Харлей, к примеру И потом ездишь 25 тысяч километров И тебе еще есть возможность ездить Потому что только немного уходит протектор Вот, или ты покупаешь резину какого-нибудь корейского бренда Или китайского, которая ездит 5000 километров И все эти несколько шиномонтажей делаешь за этот период времени И меняешь резину У тебя колесо болтает, стирается быстро Дорогу не держит Безопасность людей теряем Не мешается Да, кто-то зарабатывает Кто-то теряет жизнь и деньги Да И поэтому капиталисты, у них-то все просто Или ты за хорошее колесо платишь дорого и долго ездишь Или покупаешь дешевый и часто меняешь Все равно попадешь примерно на одну сумму Ну, скорее всего, даже больше попадешь Если включить, что на монтаже делаешь в сервисе Тогда еще попадешь А если сам Вот как раз мы о сам и поговорим Ну, с другой стороны То есть получается у нас параллель с кредитом Ты можешь одновременно вытащить из кармана большую сумму И заплатить и остаться без денег А можешь, как бы, в кредит выплачивать ту же сумму по чуть-чуть Да Но тогда кто-то заработает процент Ну, не кто-то, а банк Ты будешь по чуть-чуть, но в итоге получается в два раза А скажи, пожалуйста, 25 тысяч пробега хорошей покрышки Это один сезон получается? Не обязательно Может и полсезона, может и три сезона, может и пять сезонов Это кто как ездит А как у нас в среднем ездят? Вот в Петербурге Вон в среднем Настоящие райдеры, которые, ну, любители путешествий Они уже в апреле мы меняем резину А где-нибудь пятнадцатого они уже приезжают ее менять обратно Пятнадцатого чего? Пятнадцатого мая То есть месяц проходит, да? Ну, вот, допустим, они поставили резину, которая Можно поставить резину, которая больше держит асфальт Но быстрее стирается Есть резина, которая меньше держит Но зато в ней можно ехать далеко Но если ты едешь далеко и прямо И у тебя там никаких серпантинов То, в принципе, тебе нужна просто резина, которая будет ехать дольше Потому что делать, что мы тоже... Давай с брендами, давай с брендами сразу Мы никем не куплены с тобой, я надеюсь, да? Поэтому можем говорить, что, ну, скажем, Мишлен, вот как на автомобилях Считается более такая тихая, более эластичная Ну, более приятная езда В отличие, скажем, от Гудиера Который более такой кондовый Но, опять же, здесь все на любителя Но автомобили это мы как-нибудь отдельно А с мотоциклами есть какие-то примеры? С мотоциклами, значит, очень все просто И сложно одновременно Во-первых, резина разного абсолютно протектора То есть заднее колесо рисунок в одну сторону Передний в другую Рисунок совершенно разный Хотя комплект на этот мотоцикл оригинальный То есть, например, Пирелли какой-нибудь Да, и он, значит, это комплект Все-таки у оригинала купил На оригинальный мотоцикл, у дилера Все, пришли два абсолютно разных колеса По рисунку, по рисунку Да, с надписью, то есть название этого самого производителя Потом название этой резины Ну и маркировка там скоростная, там нагрузочная Там ширина, высота, там длина, толщина, блин и все это Но она на вид разная Поэтому, когда новый байкер появляется И он ездил только на автомобиле И когда он видит, что у меня резину неправильно поставили И почему-то протектор в другую сторону У переднего колеса В обратную сторону, чтобы выдавливало в асфальт воду И это для новичка очень проблемно И показываешь там стрелочку, показываешь картинку Мануал, объясняешь полчаса То есть бывает, что приезжают с обидами Говорят, смотрите, мне поставили там на шиномонтаже Видите рисунок в разные стороны Да, это как раз одна из серий косяков Которые бывают Могут поставить резину, могут запакать диск Могут запакать механизмы, которые спидометра То есть там есть нюансы Там нужно иметь такие клещи Чтобы снять стопор, снять жестянку Потому что как ты только начнешь на балансирные станки вешать Это все развальцуешь А потом не поставить спидометр Есть такие спидометры, которые еще не электронны А спидометр прямо считают, прямо с колеса Да, ну вот на более старых мотоциклах Он считает с колеса или в стиле ретро мотоциклы А современные они уже считают с коробки Ну, электронным датчиком Магнитно-импульсная система Давай тогда, раз ты боишься про бренда говорить Не, про бренда я не боюсь Значит, смысл какой? Существует оригинальная резина Вот, допустим, Харли Дэвидсон Торговал все время Данлопом И на Данлопе прямо было написано Харли Дэвидсон В смысле не торговал, а... Он для завода делал Харли Дэвидсон И вот резина с надписью Харли Дэвидсон С твоими номенклатурой Вот она ты ставишь И у тебя ничего не колбасит, не ведет Потому что мотоцикл тяжелый Очень чувствительный к неправильной резине У тебя начинает расколбас У тебя начинает его мотать Воблинг Воблинг Да, начинается из-за этого Когда ставишь оригинальную, все проходит Даже если ставишь Данлоп, но не надписью Харли Дэвидсон Хотя все циферки совпадают Все равно не то Все равно что-то не так идет Сейчас они перешли, по-моему, на Мишлин Корчер Харлиисты И также таким образом Все бренды, которые выпускают в мире Все делают на мотоцикл резину Все делают Но Если это покупает завод Хонда Эту резину на свои мотоциклы И ты покупаешь через Хонду То это 100% будет 100% хорошая резина Вот И она будет всегда ходить долго И всегда у нее не будет никаких косяков Потому что они Но цена Цена высокая, да Поэтому все бренды Пирелли, Мишелин Данлоп Митас Шинка Фристон Ну, в общем Их большое-большое количество В общем В принципе Все вот эти И континентали Они выпускают Как автомобильную Так грузовую Так для сельхозтехник Так и для мотоциклов Ну, по принципу То есть по смыслу Покрышка для мотоцикла Она аналогична Автомобильной В том смысле Что есть корт внутри Да, только вот автомобильная стоит 3 А мотоциклетная 30 Вот вся разница Потому что технология Намного сложнее И скорость Намного выше И Нагрузки больше Нагрузки больше И два колеса Должны все-таки Держать там И песок И там И воду Выдавливать Полностью Чтобы не было Аквапланирования Поэтому резина Сложнее И дороже Давай по маркировкам Пройдемся Я уже стал подкованный После эфира с бусмачем Я знаю Что важно Смотреть на дату Производства Но она написана Хитро Как-то он объяснил Я не очень представляю Где она там пишется На покрышке Или в чеке При покупке И насколько это Действительно важно Спасибо Да, идем дальше Понимаете Вот тут очень много Всяких Легенд Неправильности То есть Каких-то вопросов Это самое интересное Да, мы делали Производителям Запрос На эту тему Производителям резины Вот И нам официально Как бы ответили И При покупке Когда приходит клиент Значит Они вот Начитались этого Где-то Наслушались И начинают Значит Чтобы обязательно Резина была 21 года И чуть ли не Вся разделанная Ну, желательно Да А если полгода Ей уже начинается Какая-то истерика Если там год Или два Или три Это вообще все Не продать Это смерть Да, это все Какой-то ужас Вот Но Они покупают Эту свежую резину Ставят ее себе На мотоцикл И все И думают Что вот оно И счастье И этот А счет-то Начался Не с того момента Как ее произвели А с того момента Как ты его поставил Она там лежит В силиконе В определенной температуре С определенной влажностью И там может лежать Хоть семь лет Хоть десять Ничего не произойдет Ну, они нам сказали От семи до десяти лет Это может резина Храниться может Да, то есть Если чоперная резина Большая, тяжелая Много резины То она может Десять лет А если там Спортивная Она может Семь лет Храниться И даже после этого Можешь ее вставить Ничего Она не трескается Она в силиконе Она не сохнет А вот как раз Когда ты только поставил Пошел дождик Постоял на снеге Потом в гараже В холодном Потом под снегом Постоял Потом опять дождь И вот тут Ее срок Действительно Максимум Три года Потому что Для автомобильной Резины Ты можешь Сколько угодно На ней ездить И тебе плевать Четыре колеса А тут Три года Максимум А так вообще Через год Ее надо менять По большому счету А все считают Что вот Надо с продажи Смотреть Нет С того момента Как только ты поставил Вот с этого момента Вот сейчас у нас Мотоцикл стоит У него резина Мотоцикл одиннадцатого Года Резина одиннадцатого года Будем менять Не-не Нормально Походит еще Вот А как определить Походит еще Вот можно это Как-то на глаз Или как-то там На вкус Да никак Она будет ездить 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 И Самый первый признак У ней появятся Трещины Ну их видно Где их рассматривать Да Они по бокам Идут трещины По бокам Вот Но это не трещина Трещина Это такая сеточка Да Это такая сеточка Которая тоже В принципе Ни на что не влияет То есть она создает Ужас какой-то Визуальный Но дело в том Что трескается Только верхний слой резины Потом же идет еще Несколько слоев Потом еще идет ткань Крест-накрест Или вдоль Или вдоль Радиальные Косые Там всякие штуки Потом опять идет резина И поэтому Та которая внутри И которой Не попадало солнце Свет И вода И все такое Она-то Ничего с ней не делается И ты можешь На ней ездить Но для замены Это самый лучший способ О! У тебя трещина Братан Она меняет Вот Ну естественно Это лучше Когда вы вот увидели Уже что она Ну она уже сохлась Ну надо поменять Конечно Дело не в том Что сколько она проходит Дело в том Что ты уже заложил себе В голову Зерно сомнения И оно тебе Это зерно Будет прорастать у тебя В мозгу А зачем тебе дерево В мозгу Блин Да Риторический вопрос Конечно не надо Ну хорошо Тем не менее Где пишутся Вот эти даты И как их найти Они пишутся Как и все В капиталистическом стиле Мелко Непонятно Для профессионалов То есть Там такая проточка То есть Как делается шина Это автоклав То есть Это такая резиновая субстанция Куда намотали Корт Проволоку И так далее Колечки боковые Намотали Вот И это такая Блин Скользкая Блестящая Бублик Бублик Просто гладкий бублик А потом значит Засовывают Человек В автоклаву И там такой пресс То есть Там нарисованы Буковки Циферки Всякие Все эти данные Это короче Такие болванки Они лежат На стеллажах Под каждую резину Под каждое название И такой пресс Он такой Сжимается Вот И под давлением Под паром Там 200 градусов Вот это Разогревается Эта резина Под давлением Она заполняет Все вот эти Вот рисунки И открывается И получается Такая горячущая Резина Уже с пупырышками Торчащими Во все стороны Все красивенькое Такая Тепленькая Ты ее берешь Перчатками Кладешь А ты что на заводе был Конечно Мы вели передачу Ну это давно когда-то Напомню В прошлом году На МИТОС я ездил Завод Мы его еще рекламировали МИТОС Завод В Словении То есть там стоит Несчастный рабочий Да Нет там как раз Одни славяне Словен Словен Ну Слов Словения Словенцы Словенцы Да наверное Вот там нету Ни одного Гастарбайтера Все Все местные Так что там все хорошо Зарплата Тысяча евро Значит Вонь невыносимая Конечно Ну и значит А Просто Все вот эти болванки Стоят Бешеных денег Они естественно Как Через какое-то время Ну Заканчиваются И поэтому Дату туда Никак не вписать Ну никак Ее не впишешь А эта болванка Только Номенклатурная Такая А потом берется Такая машинка Бормашинка Такая Протачивается Значит Овальчик такой И теснется Потому что Все надписи Они Выпуклые А Эта надпись Она впуклая То есть Вот это признак По которому Ее можно Опознать Да Эта надпись Значит Она Во-первых Видно что Не глянцевая Не гладкая Поверхность А уже Такая Шершавенькая И Горячими Горячими Циферками Которые там Меняются Сегодня Одни циферки На следующий день Уже там Другие циферки И там пишется Значит Обычно Там 21 Естественно Это 21 год Вот Это Взади Стоит В самом Заду А спереди Написано Там 36 Что Такое 36 36 число Да Нет 36 Января Нет Это 36 Неделя То есть Тебе нужно Еще Блин Это Умножить Все недели И ты Тогда Примерно На дни Ты примерно Тогда узнаешь Это Для профессионалов Чтобы он знал Когда она Была Изготовлена Вот А не для Обывателя Как бы сделано Больше Вот А в чеке Ты можешь Что хочешь Написать И если Эта цифра Ужасающая Там Какой-нибудь 2014 год Плюс Как ты говорил 7 лет Пролежала На складе Да И потом Сколько Да 2021 Получается И вот она Как бы В этот момент Для эксплуатации Она новая Да Значит Какие Какие бывают Проблемы При шиномонтаже Или Давайте Сперва Сколько Примерно Стоит шиномонтаж Ну обычно 400 300 400 500 Рублей Стоит Снять Поставить Резину В смысле Снять Собода Собода Да Снять Поставить Обычно Берут Чуть больше За камерную Резину Потому что Там Больше Мучиться Надо И Значит Где-то 300 От 300 До 500 Берут За балансировку Колеса Ну там Обычно В это Входят Грузики Свинцовые Свинец Хоть и не Цветной Металл Не В смысле Цветной Но он Не очень Дорогой Но тем не менее Он стоит денег Вот И В среднем Там Где-то От 600 До 1000 Рублей У вас Получается Снять Поставить И отбалансировать Колесо Но это Снятое Колесо Снятое С мотоцикла Снятое С мотоцикла Да Вот Если ты Автомобилист И ты Делал Там Тебе За снятие Колесо Берут 500 рублей И Когда ты Приезжаешь На шиномонтаж Ты думаешь А что Так дорого А что Так дорого А что Так дорого И ты Ты же Ездил В этот Шиномонтаж Всегда Да Тебе Делали На машину А какая Разница Шиномонтаж Шиномонтаж Колесо Круглое Круглое Сверху Резина Приезжаешь В этот Шиномонтаж Говоришь Сделайте Мне Так ты Говорил Нельзя Ни в коем Случай Они Такие Делают Они Такие А слушай А у нас Подъемника Нет Ну давайте Приподнимем На Брусочек Деревянный Ну давайте Потом Бах Уронили Ну один раз Два раза Ничего страшного В смысле Мотоцикл Да Ну Это Случай Из жизни Потом Значит Они начинают Разбирать И понимают Что Вот такого Шестигранника У них нет А у всех Колес Разная система Вот у каждых Моделей У одного Вот такенный Шестигранник У другого Вот такая Вот гайка Прикручена У третьего Блин Вообще Какая-то Звезда Непонятная Вместо гайки У четвертого Там Ключ Не на 21 Не на 24 Непонятно Какой ключ Специальный Какой-то И в общем Они начинают Значит Там что-то Тебе ломать Зализывать И кое-как Снимают Ну В общем Кое-как Они Все переломав Там Все тебе залезав Все болты И гайки Значит Начинают Тебе там Вытаскивать Его Естественно Начинают Засовывать На станок На станок Чтобы обжать Чтобы снять Собода А у колес Значит Есть два тормозных диска Или один тормозной диск Это прибор Высокоточный прибор Который должен Идеально быть ровный Если его чуть-чуть На пол Там Миллиметрика Сдвинуть В сторону То колодки Начинают Не срабатывать Они не успевают Сжаться Он крутанулся Эти полмиллиметра Раздвинули Ты нажал А у тебя тормозного нет У тебя ручка проваливается Ты начинаешь тормозить У тебя начинает Ручка вот так вот Жмыхать Ты начинаешь нервничать Все Сделаешь на монтаж А им-то все равно Они его воткнули Надавили Он прижался к буртику Выгнулся И все У вас А он стоит 350 долларов А если перевернули И второй раз сделали Еще 350 долларов Сэкономил Съездил Не в мотошиномонтаж Потому что В этом шиномонтаже Берут 100 рублей А в мото 300 рублей То есть Какой мы делаем вывод И совет Да не надо Так вот не надо экономить Потом значит Я иду значит В гараж за мотоциклом Едет чувак На спущенном колесе Значит на спорстере Мне навстречу А он Я думаю Куда он едет А он там значит Ну Как-то пытается доехать Думаю Ну во-первых Это неправильно Потому что Искры из железного диска Конечно больше Но алюминиевый Тоже жалко Вот И он подъезжает Что на монтажу Который у меня Между торговым центром И домом Стоит будка Такой Микроавтобус Оторвали будку На эти Положили значит На кирпичики И я думаю Блин Что-то Что-то Я думаю Неужели он туда поедет Думаю Ну байкер У него уже Он если и права Категория купил Значит И мозги Наверное Должны же быть Думаю Ну вряд ли И все Еду на мотоцикле Уже обратно Смотрю А он там делает Шиномонтаж И вот он Как раз Тоже выезжает Я говорю Ну и как Акшеномонтаж Ну все Сделал Я говорю Ну что теперь На покраску Что теперь На покраску В смысле Я говорю Ну тебе колесо Зафакали Он такой Как зафакали Я говорю Ну ты что Не видишь что ли Блин Точно А да ладно Блин Я говорю Давай Давай Потом Все тебя будут Тыкать Смысл какой Лет 20 назад У меня знакомый Купил почти Новый БМВ И говорит Сделай шиномонтаж А у меня еще Не было шиномонтажного Станка Это было Только начало Как бы И я думаю А мы вообще Руками делали Все Все Ни единой царапины Тяжело конечно Но ни единой царапинки Все отлично Думаю Ну это же БМВ И приезжаю К знакомому Который У вас свой шиномонтаж Говорю Колесо дорогое Стоит 1385 евро С новенького БМВ Ни в коем случае Нельзя Ни краску попортить Ничего Говорю Пожалуйста Сделай Отнесись Давай в два раза дороже Но Говорю Сделай нормально Говорит Что ты Я уже столько лет делаю Кладет колесо Блин Бах на педаль И вот эти вот зубцы Они упираются В эту блин БМВшную краску И она прям Кусками отлетает И такая И он начинает Значит Отжимать резину Я говорю Все Снимаем Я поехал красить А чем отличается Авто от мото У автомобиля Значит Сверху красивая часть Вот эти вот Алюминиевые Лучики Лучики идут Все красиво А с той стороны Пустота И там всегда грязь И туда И там ничего нет И ее никогда не видно Ты просто кидаешь На шиномонтажный станок И эти губы Значит По бокам Они значит Разъезжаются И вот этими Зубцами Впиваются И ты Блин Бортируешь колесо Блин Вообще Без всяких проблем А у мотоцикла Это с двух сторон Красивая часть И с той И с этой стороны Не как в автомобиле И нельзя так сделать И поэтому нужно Сперва отжать резину Потом поставить На станок Потом Впоймать каждую Из четырех Этих губ Зацепиться За краешек Обода И потом Монтировать Потом Когда ты обратно Все это поставишь Нельзя накачивать Ты сперва Значит Поставил Резину Потом Аккуратненько Снял А потом Накачал Если ты накачаешь То ты уже Не снимешь Оттуда Продолжаем Программу Байки про байки У нас Исторически Приключенческая Часть передачи Которую Можно обозначить Названием Города Это город Фес Государство В Африке Под названием Марокко В котором Алексеич Был И О приключениях Прямо сейчас В прямом эфире Слушаем Прошу Ну С хулиганами Мы ездили В феврале Прошлого года Как раз Коронавирус Начинался Мы как раз Как только уехали У них все закрылось Не знаю Чем это связано Как только вы оттуда Уехали Да Мы только уехали И там ее сразу закрыли То есть Испанию И Марокко В принципе что Она функцию свою Выполнила Вас приняла Да Остальное уже Да Вот у меня там Жена чихала И кашляла И как раз Переболела Наверное Ну я шучу Значит смысл какой Это очень загадочное государство Очень красивое государство В смысле сама природа А государство Потому что там пески 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 Леса есть Пустыни есть Сахара чуть-чуть Есть горы Атласские горы Антиатлас Рифовые горы Они не из рифов сделаны Это просто название гор Рифовые горы Как раз в рифовых горах И находится В принципе И город Фес И И город Шау-Шауэн Такой исторически Красивый город Все улицы голубые Арочки голубые То есть Сказочный город Такой Город пряник Вот Значит Мы выехали из Марракеша Естественно Не по автобану А По местной Дорожке Вдоль Вдоль Гор По такой живописной Долине Заехали Значит То есть 50 лет Эта страна была Под протектором Франции Вот Естественно Там такой А-ля Куршавель В горах Есть На этой горе Есть Вода Озера Какие-то Гейзеры бьют И это Единственное место Где есть Дома с крышей Потому что Все дома У них Глинобитно Квадратные Дождя нет Вообще Какой смысл Делать крышу Чтобы с нее Вода стекала Там ее нет В смысле Вообще Нет крыши Или крыша есть Нет У них крыша Она плоская Просто плоская Они на ней там Загорают Не знаю Что они там делают Вот А вот в этом месте Все-таки бывает И снег И дождь Потому что Это горы Вот Мы заехали в это место Ну Виды потрясающие И дальше Значит Приехали В город Феса Город Феса Основан В 1789 году Как Петербург Нет Не в 1700 А в 700 А в 700 В 789 году Вот Одним там Значит Не помню Фамилия Имя его Типа Идлис Первый С одной стороны Реки А с другой стороны Начал продолжать строительство Идлис второй Ну то есть Его сын Вот А потом В 1916 Когда уже Они попали Под Тарат Этой Франции Начали строить Новый город Там вообще Вот Что Маракеш Ну и Я думаю Что там Во всех городах То есть Есть этот Старый Старый Медина И в Маракеше И в Фесе И Ну там Жить невозможно И Французы Строят Новый Город Рядом Так же И в Маракеше Они сделали Потому что Медина Ну Ну Знаете Самая широкая улица Это вот Это самое Это проспект А Нормальная Это вот Ну а Остальные Это вот Вот такая улица Даже лошадь Не пройдет Да И шаг только И шаг идет Он все нормально Там и одни шаги ходят Вот И это Медина Это Это нечто Ну Это Тут и в другом На другой планете Короче Это не Америка Не Европа Не Азия Это все Это все другое Но дело не в этом Я Ну ладно Короче У экскурсовода Есть провожаты Потому что Экскурсовод Он может рассказать Экскурсию Но в городе Он может заблудиться Навигатор там Не работает Спутник Не пробивает Ничего не работает Связи нету Там Девятиэтажные дома Вот так вот Сходящиеся вверху И Глинобитная стена И все Это идешь У меня ничего не работает Выйти оттуда Невозможно Это огромный город Огромный город Весь вот в таких улочках Ни начала Ни конца Ты не видишь Этой улочки И вот у нас Вот такой вот В такой шапочке В черной Местный бедуин Лет 90 ему Он у нас ходил Водил Со всеми здоровался Ну там забавно Идешь по такой вот улочке Потом он останавливается А слева красивейшая дверь С такими бляшечками Вся с такого Какого-то дерева красного Открываешь Там дворец внутри Там фонтанчик бьет Там что-то можно купить Поесть Это может быть отель Поднимаешься наверх На эту глинобитную крышу Смотришь на все У города Дальше И так он к друзьям Нас завозил Вот Может мы что-нибудь У них купим Какой бизнес у него Кстати Один раз он нас так завел И там продавали Настоящие Кожаные Там вообще с кожей отлично Кожаные кофры Такие потрясающие Просто для мотоцикла Вообще Ну класс А я говорю А для чего эти кофры А для верблюда Я говорю На мотоцикл стоит Да мы знаем Приезжают ваши Из Европы Говорит На мотоцикл берут их Ну вообще это для верблюда Так что кофры пошли От верблюда Дело не в этом Дело в том Что мы туда заехали ночью Мы не бронировали гостиницу И мы заехали Значит в новый город Видна Медина И там все квадратненько Все такое французское Все цивилизация такая И мы значит С автобана заезжаем туда Ну как с автобан С этой дорожки Заезжаем Красивая такая Гостиница Ну как Небольшая такая Двухэтажная Ну со своим двориком С парковочкой Вот Но мы ничего не бронировали Мы просто Посмотрели Со спутника Можно поставить мотики Двор есть шлагбаум Ну заезжаем Ставим мотоциклы Значит Заходим на рецепшн Говорим Нам номера Они говорят Заказывали Нет А мы это Да вроде Не знаем Вроде заказывали А Говорит А Гриша Жук Значит Он По-английски Хорошо разговаривает Он говорит Ну давайте Это Паспорт вашему Говорят Он так открывает Читает А Месье Жак Они же французская колония Они все на французском Месье Жак По-ихнему читается Жук как Жак Гриша говорит Да Жак Почему нет Да 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 Очень Блин Вообще Вот для всех Говорит Там 60 Евро Евро Да Ну вот Как мы договорились Вам всем по 20 Все вот Все ваши 8 номеров Там все вот Вот все вот Вам все ключи Вот все Давайте деньги переводите Мы все с карточки Все перевели Ну все Месье Жак Ну все Жак Там Жак Все Значит мы расселились И тут подъезжает Настоящий Жак 8 джипов А мы брали В прокат Мотоциклы С польскими номерами И подъезжают 8 джипов С польскими номерами И Они едут Сахару Кататься По песку Вот Эти значит Поляки Заходят И там Начинается Скандал Это значит Монагер Этого отеля Подбегает Грише И говорит Месье Жак Настоящий Месье Жак Приехал Гриша говорит Слушай Я не в кухсе Я же тоже Жак И он Жак Фосмажор Произошло Неприятное Стечение обстоятельств И короче Поляки с нами Не разговаривали Они сразу поняли Что мы обманули Бедного Монагера Но мы не специально И в общем Они жили В дорогих номерах И не там Где хотели Короче И поэтому Они даже Не здоровались Так вот откуда Неприязнь Между странами А все виноваты Марокканский Монагер В городе Фес Так что Гриша Жук У нас теперь Месье Жак Ой Ну Какие-нибудь Сувениры ты привез Что оттуда Везут Значит Мы так В Марокко В день По 25 километров Наматывали Это много Мало Это дохрена Это просто Блин Это огромный город На котором Ничего не ездит Ну то есть тоже По новому городу Можно И такси взять А поэтому Никак А он огромный Блин Просто Ты ходишь По нему ходишь Ну красиво Ну вот это все Вот эти вот Розовые Всякие Какие-то Сладости Какие-то Блин Запахи Вот эти вот Арабские Ну блин Вообще Неописуемое А И хочется ходить Но ноги Уже все И мы уже такие Так Давай нам Автобусы Победини Чуть-чуть Походим И так По всем Достомеремечательностям Ходить пешком Не будем Давай Дам Два микроавтобуса Ну они Все русскоязычные Все учились Когда-то у нас В институтах А теперь подрабатывают Гидами Русскоговорящими Он говорит Два микроавтобуса Хундай Все Мы все помещаемся Едем Все отлично Черные микроавтобусы Тонированные Все как полагается Как хотели А сколько стоит Это мой брат Все будет очень дешево Гриша Жук Говорит Слушай Нет Мы уже тут Десять дней В вашей стране Братьев знаем Все это уже Ваши Вот это все Уже прошли Хотелось бы Услышать Конкретную сумму 700 динар 300 мы поехали Я пойду У брата спрошу Согласны Брат согласился Согласны 300 динар Это какая-то мука Вообще Очень дешево Вот И короче Выглядело это так Десять человек Там В жилетках Ну не считая мою Хоговскую В жилетках МС Подъезжают К мини заводику Который значит Делает Всякие Керамику С суровыми лицами Выходят Из тонированных Автобусов И направляются Прямо к директору Выглядело это Завод Приостановил Работу И все вот так Начали смотреть Чем все Закончится Мы приехали На экскурсию То есть Лица Видно там были Какие-то проблемы Уже На эту тему В общем Потом Мы Поздоровались Шефом Он оказался Знакомым Нашего Экскурсовода И в общем Заводик Такой конечно Потрясающий Там Они делают Традиционную Такую Аля из голубой глины Всякие штуки Вытачивают Там Все ставят Смотрят Как зомби На эти штуки Потом Показывают В печку Как они Запихивают Эти чугунки Крышки Керамику Полы Делают Кухни Ванны Делают Из этой Своей Керамики Глазурь Потом Цех По росписи И в цехе У каждого То есть Там куча У него Всяких Приборов Стоит И он Их Кисточкой Расписывает То есть Сперва Делают Белую Глазурь Потом Ее Расписывают Потом Опять Ее Нагревают Она Запекается И уже Вот этот Весь Рисунок Запеченный Ну Красиво Делают Конечно Черти Вот И у каждого Сзади Написано Иероглифы Я такой Экскурсовод Говорю Вроде Все марокканцы Сидят А что Сзади Иероглифы А он Говорит Ты знаешь Китайцы Говорит Достали Это Говорит Единственная Нация Которая Человек Красит У него Куча Кисточек Куча А он Берет Кисточку И начинает Тыкать И сам Еще Мазать Что-то И там Сзади Написано Кисточки Блин И эти Приборы И Людей Не трогать Руками Вот В общем Мы там Купили Каждый По стопочке Стопочки Конечно Были Очень Дорогие Но Они там С серебром Были Такие Роспись Там Название Заводика А потом Цех Ну Как Склад Хранение Продукции И там Написано Флорида Майами Лиссабон Берлин И такие Панно В восточном Стиле Или Краник Течет И полукруг Или Это Ванна Или Это Просто Чаша Такая И Самое Интересное Что он Когда делает Панно Он Берет Маленькие Штучки Малюсеньким Молоточком Разбивает До Так Нужного Момента Выкладывают Их Вверх Тормашками То есть Красивой Частью Туда То есть Он рисует Рисунок Не с той Стороны Где краска То есть Краску Он кладет Туда А с этой Стороны Все Матовое Коричневое А потом Сверху Заливается Глиной Бетон Ну Какой-то Раствор И все Это Сглаживается Потом Застывает Он Поднимает И там Картина Вообще Потрясающая История У нас Осталось Буквально Минута Полторы А сколько Все это Стоило Все Ваше Путешествие Ну Примерно Прикидывали Вот я Когда Прошлый раз Рассказывал Я еще Помнил Что-то Говорил Ну В общем Довольно-таки Гуманно Все у нас Прошло То есть Мы приехали Из Петербурга В Испанию Да В Аликанто Нам дали Прокатные Мотики Мы Ломанулись Значит Через Картахену Доехали До Гибралтара И Напротив Ну Это Гибралтар Это Англия На территории Испании А напротив Там Такой Александрополус Такой Порт Для паромов Как раз Просто можно И оттуда Из Гибралтара Но там Надо визу получить Ну Она правда Быстро делается И этот Пароход там Чуть дороже И идет он Не туда Куда нам надо было Там просто Три места Куда они могут Ити В Танжер Там Танжер Мед Это порт И На территории Марокко Есть Часть Испании Кусочек И ты Приезжаешь В Испанию А потом Тебе еще На выезде Нужно пройти Таможню А так Лучше всего Все таки Ну Короче Мы приплыли К ним И все было Отлично Алексей Марченко С рассказом О городе Фес В далекой Марокко Это же Не Мавритания Это Страны Магриб Это было Три страны Вместе Одна была Гриб Вторая была Ма Алжир Марокко И Этот Ну Включая Конечно Эту Западную Сахару Государство Демилитризона Такая зона То есть Ну Неважно Магриб Хорошо звучит Спасибо И до встречи В следующий четверг Спасибо большое Алексей Марченко На Моторадио Магриб